Ещё одни соревнования, приуроченные Дню Победы, прошли в Пытьяхе. Традиционные детско-юношеские соревнования по-настоящему долгожданное событие для юных дзюдоистов. Ещё бы, ведь в 2020-м встретиться из-за коронавируса не удалось. Ежегодный турнир пришлось отменить. Если мне не изменяет память, уже лет 18-19 мы проводим этот турнир. Когда-то ещё начинал я бороться на этом турнире. Вот, ребята присутствуют здесь на сегодняшний момент с четырёх городов, потому что в связи с пандемией мы много народа не собирали. Ну, то есть ребята приехали в такие самые ближайшие города. Это Невтьюганск, Сургут, Ханты-Мансийск, ну и мы, конечно, путяки. 89 участников собрались не только ради награды обмена опытом. Ежегодное мероприятие, помимо прочего, носит ещё и патриотический характер. Чтобы даже наши дети, внуки, правнуки помнили, передавали, это всё жило в наших сердцах веками и помнили этот День Победы. Всегда мы помним, мы чтим, уважаем, и это будет с нами навсегда. Юные дзюдоисты выходят на татами показать свои, пусть ещё и небольшие, но уже достаточно серьёзные спортивные намерения. И мальчишки, и девчонки, уверенно идущие к победе, в своё время выбирают этот вид спорта не случайно. Тренеры даже отмечают преемственность поколений. Бывшие спортсмены теперь приводят на занятия своих детей. Я занимаюсь с 2019 года дзюдо, и у меня дядя ходил на дзюдо, и папа тоже записал. Вот поэтому занимаюсь. Я захотела, да. Вначале я хотела на бокс, а папа не разрешал. Сначала я пришла с братом. Мне папа показал. Я хотела, но потом перехотела, потому что думала, что мы сначала будем уже бороться. Но потом оказалось то, что мы не сначала боролись, а сначала постепенно. Я сначала была в младшей группе, а теперь я в старшей. Бурная радость и горесть от побед и поражений – здесь абсолютно естественная практика. Как и умеренная досада, как и умение в короткие сроки взять себя в руки и продемонстрировать достойный уровень выполнения приемов. Не зря дзюдо считается спортом мужественных, стойких и целеустремленных. Так мастер спорта международного класса Валерий Потапов в далеком 2003 году был первым секретарем этого турнира. А теперь уже сам привез на соревнования двух подопечных из Ханты-Мансийска. В то время зал был не такой красивый и просторный. Очень меня радует, что география турнира расширяется. Приезжает много новых участников. Приезжают люди из городов, из-за пределов округа. И очень приятно, что сегодня дети, которые участвовали в турнире, почтили память воинов, павших в боях. И турнир, посвященный 9 мая, думаю, всегда традиционно будет востребован. Напряженная борьба за кубки и медали длилась на протяжении двух дней. По итогам турнира в общекомандном зачете первое место занял Пытьях, второе – Нефтьюганск и третье – Сургут. Кроме того, были определены 20 победителей и призеров в своих весовых категориях. Антония Малахевич, Алексей Рудич, телекомпания «Пытьях.Информ» специально для телеканала «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok